Всем доброе утро. Я решила снять деревенский влог. Мы сидим кушаем. За мной просто находится дверь и свет не очень, поэтому пришлось так развернуться. У нас сегодня завтрак. Яичница с бекончиком, хлеб с маслом. Рома пошёл Феде нарвать ягодки на завтрак. Поэтому, кто тоже кушает, приятного аппетита! Хочу вам показать подарочки для своего врача, который я купила, потому что она меня постоянно отпускает в Петербург. Хотя на самом деле мне уже как бы желательно сидеть на одном месте. Чехол на паспорт. Это я взяла Феде на загранпаспорт, потому что у него нет чехольчика. И мне понравилась такая символичность Питера. Вот, сейчас ему одену. А врачу взяла вот такой вот чаёк. Ну, по сути, он обычный чёрный чай. Вот цена. Покупала я всё в буквоеде. Как на сувенир можно взять. Потом вот такие вот шоколадки. Словарик петербуржцы. И два блокнота. Один в медсестре, а один в творчу. Они стоят по 35 рублей. Тоже такие прикольные, оригинальные. И ещё вот такой пакет. С Петром Первым. И котиком. Я сейчас записала Федю на вакцину от ветряной Оспы. По стоимости вышло 2,5. Довольно бюджетно. И плюс приём 1,5 тысячи. Это в инвитро. Но, к сожалению, принимаю только один филиалс на Петербурге. В принципе, он в центре находится. И Питер не такой большой, как Москва. Если бы мы ставили в Москве, может быть, я и не поехала бы на другой конец города. Вот. А тут нормально. И по общей стоимости нам выйдет в 4 тысячи. А до этого я звонила, я не знаю, если вы знаете, клинику Скандинавия. Она тоже в Петербурге. Или в Москве тоже есть. Не, по-моему, только в Питере. То у них вакцина стоила 4,800. Плюс приём 2,300. Вот. А так как это вакцина двухкомпонентная, нам получается два раза её ставить. И по стоимости весь комплекс выходит как один компонент в Скандинавии. Поэтому отлично, классно. На сайте вообще было написано, что стоимость вакцины 3,5, а мне сказали 2,5. Супер. Поэтому во вторник поедем поставим эту ветреную госпу. И, может быть, я ещё узнаю по поводу гепатита А. Тоже бы хотела ему поставить. Так как он передаётся воздушно-капельным путём. Максимально уберечь сыночка от разных болячек. Но по поводу оспы я сказала, что это у меня была просто галочка ещё с года. Но, к сожалению, её сейчас в бесплатную поликлинику не завозят. Поэтому, ладно, сделаем платно. Читаю, что Рома тоже согласился на это приключение. Вот. И тогда мы сделаем вакцину. И, может быть, поездим по другим делам в Петербурге. Привезли вот игрушки с Москвы. Я ещё ничего не успела разобрать, убрать. И он сейчас играет. Мама! Курочка! Курочка-ряба. Ага. Будем смотреть? Да! Пойдём вниз тогда. Внизу будем играть. Ага. Здесь. Пойдём вниз к папе. Ага. У меня сейчас постиралось бельё постельное. Нужно сходить развесить на улицу. Ага. Пойдём. У нас у родителей двухэтажный, да? Поэтому постирайся только за ручку. Или под присмотром, когда он поднимается. Он хорошо, в принципе, сам поднимается. Вот спускаться, конечно. Опасненько. Так, у меня сейчас будет очередной разбор детской одежды. Я вообще планировала это сделать. Хочу разложить по пакетам каждый размер, как я говорила, по-моему, в предыдущем видео. Вот. И подписать. Плюс, может быть, я сейчас ещё раз переберу какие-то вещи. И мы заберём с собой его в Москву сейчас вот для малышей. Точно знаю, что там мне нужно комбинезон взять. И мне ещё подружка давала вещи для 4-5 лет. Вот я думаю, постирать их или нет. Или пока просто убрать. Но я скажу, что удобно. Когда я доставала вот вещи Феде на вырост, то просто я их, получается, достаю, и мы уже их носим. То есть их не нужно не перестирывать, ничего. Очень удобно. Такие вот пузажители. Сейчас будем, в общем, разбирать всё. Вот здесь вот в шкафу я храню все вещи маленькие. И, по-моему, ещё где-то есть коробки. Сейчас пойду гляну. У меня ушёл час. Я просто разложила всё по кучкам. Здесь у меня, значит, 62 размер. Здесь у меня 9-12 месяцев. Здесь 68-й. Так много вообще. Здесь 74-й, 80-й лежит. Здесь 86-й. Это мы вот совсем недавно относили. А тут у меня головной убор и носочки. Там труселя. И вот здесь у меня комбинезоны. Это 74-й. Это тоже, по-моему, 74-й. Здесь вот такой вот плюшевый. Это конверт, не знаю, я хочу его продать или отдать. И здесь Санта-Клаус новогодний. Ну всё. А, и вот сюда я уже сложила парочку вещей, которых заберу. И комбинезон для песнецов. Ещё хочу взять 62-й на всякий случай. Пусть будут с собой. Если что, привезём обратно потом. А мы сейчас решили съездить в магазин. Нам завтра приезжают друзья. Вот, мы хотим сделать шашлыки. Сегодня пожарят сосиски в мангале. Сейчас папа придёт. Знаете, в чём неудобство жить за городом? Что доставки сюда, к сожалению, не приезжают. Вот, а моя любимая лента, к сожалению, не доставляет пока что сюда. Папа, папа. Продукты. Но для вас у меня есть бонус. Это промокоды, конечно же, на скидочку. Я их оставлю в описании. И они появятся вот у вас, вот здесь на экране. Ссылка на приложение тоже будет в описании. Так что переходите, пользуйтесь. Здесь я ленту просто обожаю. Всегда у них заказываю продукты. Очень удобно. У них время доставки. Такой короткий период. И всегда свежие, вкусные продукты. Овощи, фрукты. Тоже у них там классные. Все, проехал? Угу. Все. 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 Нам пришлось, в общем, ехать в два магазина. В одном не было мяса. В магните. Вот. Поэтому поехали в фермерский магазин. Там взяли сосиски сегодня будем жарить. И взяли мясо на шашлык. А мы могли бы заказать доставки все в одном месте. Вот. И сейчас приехали на площадку выгулять Федю. Он уже давно с горок не катался. На качелях. У нас, к сожалению, у родителей нет площадки. Поэтому спасаемся так. Конечно, тут далеко не московские площадки. Но довольствуемся тем, что есть. Несколько-то новое строение. Такие лавочки. Вот эта качеля меня больше всех убивает, конечно. Просто остаться в живых. Да, это в живых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok